Татьяна Гогов Татьяна Гогов Татьяна Гогов Попробуемся списывать во время экзаменов. Только этим объясняется. Вообще вас удивили эти результаты, 42% не сдавших? Это много или мало для вас? Меня удивили результаты, но в том смысле, что я не ожидала, что все-таки будет такой эффект. Зная много лет хорошо сложившуюся практику о том, что ответы, тесты заранее были известны, покупались, списывались, вплоть до того, что чуть ли не сами преподаватели приносили шпаргалки. В этом смысле для меня было удивительно, потому что я все-таки не ожидала, что будет такой эффект от этих камер. Сразу подчеркну, что я тоже была против установки камер, потому что, на мой взгляд, начинать вот эти жесткие меры проверки надо не с детей, а совершенно с другой стороны. И еще один момент, как ответ на этот же вопрос, процент не сдавших, по большому счету, он меня не удивил в том смысле, что, на мой взгляд, не сдавших должно было бы быть даже не 42, а где-то 62%, потому что уровень образования сегодняшнего и уровень знаний, которым владеют наши учащиеся, мне хорошо известны. Но в силу того, что много лет, еще раз повторюсь, дети успешно списывали на экзаменах, у нас были такие хорошие показатели. В принципе, это более или менее объективная картина того, что творится у нас. Вот вы затронули тему, что тесты появлялись. Мы видели, что и в этом году тесты появлялись в социальных сетях, в интернете. Я не следила специально за экзаменами, но там румынский язык, во всяком случае, мне сказали мои студенты, что за вечером, поздно вечером, ночью перед экзаменом этот тест уже был. Что касается моего предмета, я за этим уже более так немножко следила. Не могу сказать, может быть, потому что я не так сильно в компьютерах, но то, что я видела, я сама лично открывала через справки, через поисковик, открывала сайт министерства. Правда, я видела только часть работы, я не видела всю. Почему-то был перемешан английский с французским. Я видела больше на французском, чем на английском. Полностью чисто, красиво, как сказать, ясно работу я не видела, но тем не менее это было. Кто стоит за этим? Кто позволяет? Ведь каждый раз нас представители министерства убеждают в том, что все будет в абсолютной конфиденциальности, все будет строго, и тем не менее каждый год мы встречаем одно и то же. Насколько мне известна официальная версия, значит, официальная с одной сначала, значит, сами тесты разрабатываются в нескольких вариантах. И вроде бы как представители министерства, опять-таки, насколько нам говорят, насколько я знаю, сами не знают, какой вариант будет, потому что, допустим, из трех-пяти вариантов, буквально в день экзамена, типа лотереи, да, вытаскивается какой-то один конверт непонятно, и вот эта самая работа идет. Я считаю, что это правильно. С другой стороны, ну, человеческий фактор, он всегда существовал. Вообще, давным-давно нам открыли истину, что на всякое действие есть противодействие. То есть человек, если он хочет чего-то добиться, сделать, то он этого добивается. Министерство же это не одна, не один человек, не одна даже Майя Санду. Там много помощников, много людей, которые там работают, в конце концов, в нашей стране родственники все там между собой. Может быть, кто-то кого-то попросил, может кто-то... Я не задавалась вопросом, каким образом. Как бы меня... Я не считаю, что это так важно, и не задумывалась, честно сказать, над этим. Но факт остается фактом. То есть это возможно. То есть можно ли сделать вывод, что столь большие траты на приобретение камер, они, в принципе, оправдались и показали реальную картину? Вы знаете, мне сегодня задают такие вопросы, что я на каждый, наверное, могу ответить и да, и нет. И здесь то же самое. Я всегда говорила и говорю, повторю, что я, в принципе, была против этих камер, потому что шок начинает с детей, которые, в общем-то, самые последние в этом ряду, в ряду виноватых, я имею в виду. С другой стороны, в нашей такой нищей, бедной стране, в которой не хватает на нормальный уровень существования вообще людей, вот эти миллионы, затраченные на камеры, я тоже считаю как бы нецелесообразными. Я вот как технарь, тоже, наверное, ноль, в общем-то, не задумывалась, но буквально недавно наш мэр Дарин Киртуако продемонстрировал одну интересную вещь. Я вот это нашла в интернете. При всем при том, что я не уважаю его как мэра, при всем при том, что я считаю, что он вообще превратил город непонятно во что. Вот в данном случае я подумала, а действительно, ведь это очень легко просто заблокировать, заблокировать, то есть установить какую-то систему, которая не дает возможности работать этим камерам, мобильным телефонам и так далее. И это было бы намного дешевле, чем эти камеры. То есть, с этой точки зрения, я считаю, что, наверное, можно было бы найти вот такой выход из ситуации. С одной стороны, не дать списывать, а с другой стороны, это обошлось бы намного дешевле. Татьяна, но ведь списывали все и всегда, в любые времена, мне кажется, списывали. По крайней мере, в последние годы однозначно списывали. И почему именно в это, в последнее время, власти решили объявить такую тотальную борьбу со списыванием? Я не знаю, наверное, этот вопрос надо задать самой власти. Потому что, я считаю, что сегодня во власти сидят как раз те, с которых начались вот эти списывания. И если, в принципе, вот это общество, группа, как назвать, Гренада, я тоже слежу. Мне очень нравится этот парень, который задает депутатам вопросы. И он правильно делал. Давайте мы зададим все эти вопросы, которые были бы на баке для детей, депутатам. И если вы видели, то они ни один, почти не один, не смог ответить на эти вопросы. Поэтому, почему, я не знаю. Если бы были умные люди, допустим, ну так, может быть, с юмором немножко, чтобы они боялись конкуренции, не думаю. Боятся конкуренции дураков, потому что списывают, в общем-то, далеко не умные. Я тоже не знаю. Я не знаю, почему они так решили. Может быть, я думала, может быть, сама Майя Санду где-то вот проявила инициативу, потому что она много лет, насколько я знаю, работала в Соединенных Штатах. И при всех тех минусах, которые имеет эта страна, я думаю, что там действительно работает система нормально. Вот тоже недавно видеоролик был в интернете о девочке, вот не помню ее имя, Николета, по-моему, которая сдала, вот одна из тех четырех, которая сдала на прекрасные оценки. Она, кстати, говорила о том, что она год проучилась в Америке, и там это просто невозможно списывать. То есть, наверное, зная, что делается там и сравнивая с тем, что происходит здесь, вероятно, это был как бы положительный импульс нашего министра каким-то образом с этим бороться. Ну, получилось так как бы грубо, резко. Но я не знаю, я думаю, может быть, это и надо было. Ну, тем не менее, все равно мне кажется, что те ребята, которые хотели списать или получили некую возможность списать, они ею воспользовались. Будьте в этом уверены. Нельзя же утверждать, что никто не списывал, или камеры предотвратили всякое списывание. Списывали. Скажу больше. Я сама лично помогала кому-то, кто-то передавал там, значит, списали. Я не знаю, как, честно говорю, не знаю. Меня попросили, и я вот там кое-что посмотрела. То есть, получается вывод, что все равно списывали. И поэтому я сказала, что должно было быть не 42%, а 62% минимум. Как Вы считаете, какую роль сыграла вообще обстановка? Да. В этом году власти говорили, что якобы не так было все напряжено, как ранее. То есть, ребят не обыскивали. Вы знаете, на этот вопрос ответили сами дети, потому что, опять же, в интернете, я не смотрю телевизор, в интернете более объективная информация. Многие каналы, многие представители различных там масс-медиа задавали детям вопрос. И те единицы, которые по-настоящему учились, которые прилагали какие-то усилия и правда учили, сами дети говорили, что для них это не представляет ничего страшного. Те, кто говорил, что для них был шок эти камеры, что они там теряли сознание, не знаю, что. Я понимаю, где-то, ну, может быть, там, не знаю, на 3-4% волнений было бы больше, зная, что есть вот эти камеры, которые за тобой следят. Но если ты знаешь, это нерешающий момент. То есть, дети, которые знали, им было как-то безразлично, есть эти камеры, нету, они сконцентрировались, они сосредоточились на работе, вспоминая то, что они учили по-настоящему, они написали экзамен. Я не думаю, что это такой страшный фактор. Ну, опять же, обращаясь к выпускникам, о которых Вы говорите, я, например, в репортажах часто встречала мнения детей, которые говорили о том, что тесты были очень сложные. Если оценивать уровень сложности этих тестов, да, нынешних, с прошлогодними, с теми, которые были раньше, как Вы считаете, сложнее? Я не могу сказать о других предметах. Что касается румынского языка, я говорила со своей коллегой, и она сказала, что, в общем-то, тест был нормальный, то есть такого среднего характера и нормальный. Что касается моего предмета, да, я тоже могу сказать, что он был не очень сложный. Если сравнивать с предыдущими годами, то тенденция как бы продолжилась. Если несколько лет назад были очень, действительно, очень сложные работы, то последние где-то 2-3 года они как бы все-таки более или менее ориентировались на среднего учащегося. И в этом году, я думаю, что, в общем-то, тоже был нормальный тест. Не очень сложный, не очень легкий, как раз из тех, который должен был бы быть на экзамене. Вы говорите о том, что сыграл роль уровень образования, который падает с каждым годом. Вот эта всеобщеобъявленная реформа образования, оптимизация школ, какой фактор имел место быть? Повлиял ли это? Вы знаете, это будет мое личное мнение. Я не знаю, насколько его разделят другие. Не претендую на то, чтобы быть абсолютно правой. Но знаю, что многие очень его разделяют. То, что произошло в этом году, это результат того, что происходит уже много лет. То есть вот сам факт того, что Майю Санду вызывают в парламент, пытаются ее поставить с отчетом, отчитаться, откуда такие результаты. А почему она должна об этом отчитываться? Она всего лишь год, год, полтора года, сколько она у нас министр. Это результат многих лет. То есть обвинять надо еще тех людей, которые стояли у истоков всех этих реформ нашего образования. Тем не менее, при тех министров не было таких показателей. К сожалению, да. Так при тех министрах списывали, там камер не было. И очень успешно списывали. Ну простите меня, насчет Шлехтицкого, по-моему, очень общеизвестный момент, что был человек пойман на взятки, будучи ректором в Бельцах, и здесь он у нас был министром. Как вы думаете? Вообще, я все время задаю вопрос, где вы видели вора, который один раз скажет, все, хватит, я больше воровать не буду. То есть это все объяснимо. И что происходило тогда, тоже все знают. Ну я как-то была у вас на передаче, я говорила о студенте, которому я не аттестовала. Он говорит, да, успокойтесь, Татьяна Павловна, и у меня мама работает там-то и там-то, а вот она мне купит десятку. И он эту десятку купил. Так что это результат многих лет того, к чему нас вели. Вот мы и пришли. То есть дети буквально знали, что они могли купить какую-либо оценку, которая им была нужна, могли расплатиться за тот результат, который им был нужен, поэтому не сильно старались учиться. Вы знаете, в принципе, мне сами дети об этом и рассказывали. Ведь я не ходила покупать тесты, и вообще этим не интересовалась. Я себе работала, преподавала свой предмет и просила у них, чтобы они занимались. Они мне сами рассказывали о том, что буквально перед самым экзаменом там можно купить эту работу вместе с ответами. Были моменты, когда я пытаюсь как бы заставить студентов учиться, работать, прилагать какие-то усилия, допустим, ставила низкие оценки или не аттестовала, и объясняла им, я не просто так ставлю, я объясняю, ты же понимаешь сам или сама, что вот ты ничего не делал, что ты не ходил на занятия, что ты не владеешь материалом, поэтому мне просто моя совесть педагога не позволяет тебе поставить оценку, такую же, как вот с тобой рядом, допустим, сидит студент или студентка, которые работают, и тем не менее у них не десятка, скажем так, семь. Они мне говорили, Татьяна Павловна, ну вы что не знаете, где мы живем? Мы купим. И они мне прямо говорили, то есть я с ними как-то вот, у меня сложились отношения более-менее нормальные, так, откровенные, они мне очень многие вещи рассказывают, и я им говорю откровенно, что я думаю по некоторым вопросам. И они не скроют, они мне, ну да, я им не поставлю, у меня были и не один такой случай, но я им не поставлю. Они пойдут куда-нибудь повыше, там дадут взятку, им ставят. У меня было таких случаев, сколько хотите. Ну, знаете, все-таки хочется, мне как прилежной ученице хочется верить, что это единичные случаи, но ведь... Ну, конечно, единичные, конечно, я не могу, как бы, под одну гребенку прочесывать всех. Дело в том, что вот в данном случае, понимаете как, я считаю, что вот то, что произошло в этом году, оно где-то правильно. Даже дети уже после вот этого случая, я так думаю, я уверена в этом, они задумаются и выберут правильный путь. То есть они поймут, что самый лучший вариант выхода в этом случае, это заниматься самому и учиться. Но с другой стороны, я хочу сказать, что не дети самые виноватые, это виноваты взрослые. Это виноваты, самое главное, родители, педагоги, ну и, конечно, наше государство, наше правительство. Как бы мы так абстрактно говорим, но та политика, которая проводится, она учит их тому, вот к чему... Они же делают то, что они увидели. Смотрите, сегодня они в этом году сдавали после 12 класса. 12 лет они учились. Вы знаете, я ушла из школы в 96-м году. Это был где-то второй или третий год. Сначала, со старта вот всех этих перестройки и перестройки во всех сферах, в том числе в образовании, когда начали только образовываться эти вот родительские ассоциации. С родителями требовали деньги, а времена были ужасные, не все могли платить. И я видела, как администрация уже смотрела не на то, что собой представляет ученик, не на то, какой уровень знаний, старательности, добросовестности проявляет учащийся или учащаяся, а на то, сколько мама или папа могут заплатить. Велся даже строгий учет. У кого там, кто открыл свое дело, свой бизнес, и как это так, они не платят. Я вам серьезно говорю. И я когда ушла из школы, я действительно сказала эту фразу, сказала директору, что образование, все, закончилось, ставьте на нем крест. И вы будете пожинать плоды лет через 15-16. Вот это время наступило. То есть мы уже пожинаем много лет эти плоды, но это то, что мы хотели, мы получили. Вообще говоря, о преподавательских кадрах. Как вы можете оценить своих коллег, которые сейчас преподают выпускникам, и какова их доля вины в этих результатах? Очень большая доля вины педагогов. Я не снимаю, я сама педагог. И я в том числе и виновата, потому что, честно признаюсь, много раз было, когда... Ну просто, ну не заставишь этого ребенка учиться, да? И приходят с разными просьбами, с разными отговорками, с разными объяснениями. У кого-то бабушка умерла, у кого-то там мама Виталии, вот надо срочно к ней выезжать. Кто-то вообще сказал, мы вообще здесь учиться не будем, мы поедем в Россию, там совсем другая система, там не так. И вот так вот, закрыв глаза, ставила 5-6 без того, чтобы ребенок этого заслуживал. То есть это тоже моя вина. И то, что очень многие педагоги ставят оценки за определенную мзду, скажем так, это тоже общеизвестная истина. И мы знаем много учебных заведений, можно их... Они, в общем-то, все тоже всем известны. Где вплоть до того, что дети знают таксу. Вот я честно говорю, что я удивлялась. Есть учебные заведения, есть предметы, есть педагоги. Допустим, 5 стоит столько, 7 столько и так далее. Я сама как бы удивлялась. Я понимаю, что это есть и знаю, что это есть. И все равно продолжаю удивляться. Но, тем не менее, оно существует. И пока это не будет искоренено, мы детей не научим учиться. Это сами педагоги, сами родители виноваты в этом. Но я так думаю, что родители тех детей, которые сдавал в этом году БАК, это было уже то поколение, которое тоже сдавало экзамены не совсем честно. Тогда чему они могли научить своих детей? Вот наши родители, вот если вспоминая себя, у меня вообще отец не следил за тем, что я делаю в школе. Но, тем не менее, где-то вот этот контроль, контроль мы чувствовали, он был. И мы учились добросовестно. Сейчас, в силу того, что, с одной стороны, родители сами как бы прошли через такую сдачу экзаменов, с другой стороны, сегодня, в общем-то, родители больше всего заняты зарабатыванием на хлеб насущный, чтобы этих самых детей прокормить, одеть и заплатить за их обучение. Это очень тяжелая нагрузка. Они, наверное, или не хватает им времени, или желания, или, в конце концов, самих знаний для родителей, как для педагогов, чтобы делать упор на то, что ребенок должен учиться сам. Многие, конечно, это понимают и это делают, но мы же тоже понимаем, что молодой человек не будет сам добровольно заниматься, стремиться к знаниям и так далее. Если ему показать лазейку, то он ее воспользуется. И вот эта лазейка в виде взяток, она у нас уже много лет практикуется, дети к этому привыкли, и что ужасно, они совершенно спокойно к этому относятся. Ну, это результат. И в этом году наихудшие показатели в области точных наук, математика, физика. Мы слышали цифры, что именно по этим предметам дети хуже всего написали работы. В связи с этим у меня создается такой вопрос. Быть может, нашему министерству следует пересмотреть программы по этим предметам? Возможно, эти и программы, которые существуют по этим предметам, слишком сложны для восприятия детей? Ну, это тоже многогранный вопрос. Я с вами полностью согласна, что все это надо пересмотреть. И, кстати, программу и учебники, и систему не только по точным наукам, а по всем. Я, в общем-то, гуманитарий, но и здесь я недовольна тем, что происходит с моим предметом. И слышу у своих коллег то же самое. Конечно, все это надо пересмотреть, переделать. Но это такой процесс очень объемный, большой. Тем более, что у нас перешли на вот эту систему Болонскую несколько лет тому назад. И как бы есть уже в старших лицейских классах разделение на гуманитариев и на тех, кто занимается точными науками, реальными науками. Ну, это тоже объяснимо. Вот на эту тему у меня есть пример того, как, я не знаю, лет 7, наверное, назад племянник одного моего хорошего знакомого, он занимался математикой и любил математику, всегда с детства ей занимался. Как мне говорили, он читал учебники высшей математики, как мы читаем художественную литературу. И у него было желание продолжить учение, занятие именно этой наукой. Он обращался в нашу Академию наук. И, вы знаете, если бы я этого человека не знала, я бы не поверила в то, что он мне сказал. Ему в Академию наук ответили, что нам не нужны математики, нам нужны специалисты в истории. Я вам говорю это, вот понимаете, вот я вам сказала, наверное, вы тоже улыбнулись. И я бы не поверила, еще раз повторяю, если бы я не знала этого человека так хорошо. То есть, это опять-таки политика государства. Значит, действительно, кому нужны физики, атомщики, математики, когда у нас такая проблема с историей румын. Вот объяснение. Тут, опять-таки, если смотреть в корень, то работы непочатый край. Сейчас, в эти дни, дети подали свои работы на апелляции. Мы знаем, что с этого года существует новая практика. Бал не имеет права понижать, только повышать. Каков шанс, что картина изменится? Ну, сто процентов изменится. Вы же понимаете, что не зря издали такой УК, чтобы не понижать оценки. Когда я об этом прочитала, то я сразу поняла, в чем дело. Да, процент успеваемости повысится. А почему? Вот я вам уже сказала, должно было быть не сорок два. Должно было быть больше. Но после пересмотра, конечно, там, я не знаю, сколько останется. Насколько будет возможно подправить, настолько подправят, будьте уверены. Почему? Потому что у нас бывшие детские сады сегодня стали академиями. Потому что у нас высших учебных заведений, куры не клюют, простите, и в каждом из них обязательно есть экономисты и юристы. Я все время спрашиваю, а почему в этой стране не работают законы, если у нас только юристов? А почему в этой стране нет экономики вообще, если у нас только экономистов? То есть существуют факультеты, существует куча бюджетных мест, значит, они должны кем-то оплачиваться. Откуда взять студентов, если половина завалились? Вообще смешно. Вот я тоже сразу подумала об этом. А что будет с нашими вузами? Честно сказать, я бы хотела видеть, чтобы эти вузы сократили количество студентов, сократилось желающих там учиться, и наши ректоры перешли бы на зарплаты наших пенсионеров, то есть на то, что получают наши пенсионеры. Не получится ли так, что просто стоимость контрактов увеличится? Желая возместить убытки, скажем так, если 50%... Вполне возможно. Вы знаете, я над этим вариантом не думала, но вполне возможно, потому что у нас же сегодня правят деньги, да. В общем-то, где выгодно, там и будет. Вполне возможно. Может быть, правительство разрешит, я не знаю. Хотя я не считаю, что это выход из ситуации. О поступлениях мы поговорим чуть позже. Но мы знаем, что, да, намечены вторичные экзамены, у детей будет вторая попытка сдать. Если все-таки со второго раза не удастся сдать экзамены, что их ждет в этом случае? Я не слышала ни одного внятного ответа представителей министерства. Я думаю, что не услышите, потому что этим детям действительно нечего делать. Вот я почему и сказала, что с одной стороны, я как бы удовлетворена тем, что хотя бы худо-бедно реальную картину мы наконец увидели. С другой стороны, мне этих детей жаль, потому что действительно, что они будут делать? Если раньше существовали так называемые техникумы или училища, сегодня это колледжи, в общем-то, где дети имели возможность получать какую-то просто рабочую профессию и потом устроиться в этой жизни, начать себе зарабатывать на жизнь, может быть, со временем, поумнев или захотев, или позанимавшись, продолжить образование, получить это высшее образование, то сегодня у детей этой возможности нет. Мы же все знаем, что у нас экономики никакой нет, инвесторы сюда не приходят. Почему? Потому что рядовых обыкновенных нормальных рабочих профессий здесь у нас нет, у нас все с высшим образованием. А получив высшее образование, естественно, дети претендуют на что-то, ну, во всяком случае, не сантехникой заниматься. Поэтому я не знаю, я думаю, что какой-то процент все-таки успеваемости, то есть этих результатов будет повышен, завалившихся будет меньше, но чем они будут заниматься, это опять будет оставлено на усмотрение родителей, я так думаю. Вряд ли наше правительство или министерство, или я не знаю, какие там ответственные органы за это могут быть, этим займется. Этим не занимается много лет. Я уже говорила на вашей прошлой передаче, говорила об этом. Почему студенты заканчивают вузы и идут работать на базар-реализаторы? Значит, должна быть вообще-то плановая подготовка специалистов. С одной стороны, вот какова экономика страны, в чем страна нуждается, в каких специалистах. С другой стороны, вот такие-то учебные заведения, которые вот этих специалистов готовят. Когда-то в Советском Союзе, когда были такие плохие времена, многие об этом говорят, это было так. Я считаю, что это нормально. То есть тогда все специалисты, получая специальность, были уверены в том, что они будут устроены в этой сфере. Сегодня, нет, на данный момент я не думаю, что этот вопрос будет решен. Это останется на усмотрение самих детей, самих родителей. Вот почему мне всех их жаль. Мы уже с вами говорили о том, что, быть может, было бы лучше ввести вступительный экзамен в вузах. По крайней мере, сейчас, да, то, что мы видим, не было бы такой конкуренции, не было бы, может быть, столь большого разочарования. Если бы дети понимали, что экзамены бакалавра – это не последняя инстанция, да, что им еще придется сдавать экзамены. В этой ситуации, как вы думаете, могли бы власти, могут ли власти рассматривать такой вариант, чтобы вернуть вступительный экзамен и в высшие учебные заведения страны? А почему нет? Какие здесь могут быть препоны? Я, в принципе, за это тоже, потому что, несмотря на то, что, ну как, мы, я говорю сейчас о квалифицированных педагогах, о квалифицированных специалистах, все равно, как бы, субъективный момент всегда есть. И одно дело мы оцениваем своих же учащихся в школе по окончании экзаменов, и другое дело, когда они поступают в ВУЗ, где их не знает никто, и так бы, как более-менее объективно оцениваются их знания. Да, я за то, чтобы были вступительные экзамены, да, я за то, чтобы был конкурс. Хотя на сегодняшний день, вот если представить себе такую, ну, приняло министерство такой указ, да, приняли такое правило. А что, в ВУЗах не работают такие же коррупционные элементы, как и во всех других местах. То есть там, вероятно, будет просто повышена планка, вероятно, надо будет больше дать для того, чтобы туда поступить. Я, кстати, на днях слышала в троллейбусе, я даже, ну так, я ехала в троллейбусе, две женщины разговаривали, одна по-молтавски, одна с другой говорили, и возмущалась. Говорит, ты понимаешь, говорит, у моей девочки 8, а она поступила на бюджетное, то есть претендовала на бюджетное место, и она не поступила. А ты знаешь, каким образом она узнала? Я говорю, просто слышала разговор. Вот у него 6, и он прошел на это место. Вот вам пример. То есть другой ребенок, у которого 6, попал на бюджетное место, а тот, у которого было 8, на это место не получил. Так что здесь тоже вопрос очень, очень больной. Ну как все-таки можно искоренить коррупцию? Можно ли вообще это сделать? Вы знаете, все можно. Если поставить себе цель, то можно сделать все. И я вот думала перед тем, как прийти к вам, потому что знала, что приглашена, и хотела обязательно об этом сказать. Вот любое явление, любое событие, которое происходит, оно ему присуща вот такая черта снежного кома. Вот почему я привела пример о том, что когда я уходила из школы, что я сказала директору? Я тогда понимала, что развалить очень просто. А ты попробуй построй. И вот мы успешно все разваливали столько лет, а сейчас вдруг мы захотели изменить ситуацию. Нет, так не получится. Для того, чтобы сделать хорошо, для того, чтобы исправить ситуацию, надо работать еще столько же лет, сколько мы ее рушили. Но тут еще и стоит еще один вопрос. Надо найти людей, которые хотят это сделать. Надо найти команду, которая будет серьезно над этим работать. А эта работа очень тяжелая, кропотливая и долговременная. То есть при желании сделать, сделать можно. Но опять-таки эффект будет уже не завтра и даже не на следующий год. Будет чуть позже. Чего ждать от следующего бака? Как Вы думаете, какие уроки может извлечь Министерство просвещения? И в дальнейшем, что будут ужесточаться условия? Или будут в дальнейшем применяться камеры? Или может быть все-таки, учитывая опыт этого года, наоборот уменьшат контроль над студентами, над выпускниками? Нет, я не думаю, что уменьшат. Да и не считаю нужным, что надо уменьшать. Если последует такая реакция, то это будет самый худший вариант. Потому что раз уж сделали то, что сделали, давайте уже пойдем дальше. Обратно дороги нет. Мы все равно уже показали, что происходит здесь. Что будет делать Министерство, я не знаю, потому что я там не работаю, со мной никто не советуется. То есть я никак не могу предсказать, что будет предпринято. Могу предположить, потому что, судя по некоторым моментам, которые уже происходили, да и происходят и в других сферах нашей жизни сегодня, может произойти какой-нибудь такой, скажем, чисто формальный акт, который не принесет никаких результатов в том смысле, что ни плюс, ни минус, не станет ни лучше, ни хуже. Мы в последнее время живем именно в такой ситуации, что что-то типа, вроде бы, как что-то делается, на самом деле ничего не меняется. Поэтому я могу предположить, что что-то в этом роде произойдет. Но мое пожелание было бы, чтобы не продолжили, не продолжили как бы, что преследовать детей не надо, преследовать педагогов не надо. По-моему, то, что произошло, это уже урок. Это урок и родителям, и детям, и педагогам. То есть смотрите, дети поймут, что на следующий год кто будет сдавать экзамены, что ой-ой-ой, очень большой вопрос. Смогу я списать или нет? Тем более, что до того, как списывать, я кому-то за это заплатил. Родители тоже поймут, что недостаточно того, чтобы работать и зарабатывать, просто оплативать контракт. А давайте-ка мы будем смотреть, а чем эти дети занимаются. А посещают ли они занятия вообще? А если они ходят, что они делают на этих занятиях? Да в конце концов, придите на урок к этому преподавателю, потому что дети же рассказывают, если их спрашивают, что происходит и как они учатся. Ну и педагоги, соответственно, я думаю, что как-то их это тоже мобилизует уже. Ну они тоже будут знать, что экзамены – это результат их работы. Я, в общем-то, вижу в этом плюс и считаю, что не обязательно продолжать преследования. Камеры, так как на них затрачено уже столько денег, наверное, так и должны остаться в этих центрах. Пусть практикуется это. Хотя бы 2-3 года приучить людей к тому, что экзамены надо сдавать своими знаниями. Ну а дальше уже искать по ходу, как бы ориентироваться в ситуации. Вы знаете, я встречала в интернете такую инициативу о том, что нужно опубликовать списки учебных заведений, где хуже всего дети сдали бак, чтобы родители сделали соответственно, да, и как бы промотивировать учителей, соответственно, чтобы они работали лучше. Как Вы относитесь к этой инициативе? Вы знаете, я думаю, что это неплохая инициатива. Я ничего плохого в этом не вижу, потому что, в принципе, я понимаю и знаю, не то что понимаю, что некоторые учителя работают, как бы отдают свою душу в своей работе, некоторые спустя рукава чисто числятся. Ну, правда, не сегодняшний пример. Много лет назад там одному учащемуся был задан вопрос. Я тоже не скажу, кто преподаватель, какой предмет, что делает преподаватель. Ну там, ну не знаю, ну не понимаю, ну не могу решить. А что Вы делаете на занятия? Вот что делает преподаватель? Индепринешьте каталогу. Вот такой был ответ. То есть преподаватель сидит и пишет записи, делает в журнале целый урок. Есть много таких случаев. Поэтому, как бы, я считаю, что это неплохо. Другой вопрос, что преподавателям, в общем-то, их надо было бы, наверное, как-то стимулировать, ведь Вы знаете, что зарплаты у нас очень низкие, у педагогов. Это тоже не мешало бы обсудить и решить вопрос. И все-таки, по большому счету, я считаю, что это хорошо. Хорошо. Работать педагогами должны те, у кого есть призвание, кто хочет это делать, кто желает что-то дать этим детям, студентам, воспитать их, дать им знания, то есть фактически растить будущее поколение. Это будущее своей страны. Я положительно отношусь к такой инициативе, ничего против не имею. Ну, тем не менее, мы уже с Вами обсуждали до передачи, похоже, что Министерство просвещения не особо уделяет внимания кадрам, которые приходят образовываясь, да, учить детей. Ну да. То есть мы видим, что попадаются и случайные люди в этой профессии, а в итоге результаты, которые мы сейчас с Вами обсуждаем, могут стать, именно причиной может стать и вот это вот некачественное преподавание. Да, Вы правы. Я почему еще возвращаюсь к тому, что почему мы начинаем с того, что обвиняем детей? Давайте-ка мы начнем с себя. И это так и есть. Смотрите, пединститут в Кишиневе сегодня, насколько мне известно, контракт на обучение самый низкий по сравнению с другими высшими учебными заведениями. То есть уже понятно, кто туда приходит, с какой подготовкой. Это раз. Второе, как там учатся, как готовят педагогов, в общем-то, тоже известно, потому что мы много знаем случаев, когда педагога, в общем-то, знает даже меньше, чем его же учащийся или студент. И я считаю, что это, да, это вопрос, который надо решать. Я даже не знаю каким-то образом, как это можно сделать, чтобы туда попадали люди, которые хотят не сеять доброе, разумное, вечное, да, у которых есть это призвание. Но опять-таки здесь должна быть какая-то стимуляция, здесь должна быть какая-то перспектива, потому что... Почему у нас люди идут на экономические и юридические факультеты? Потому что они в будущем видят какую-то выгоду для себя. Так надо было бы сделать и здесь, наверное. Что касается уровня подготовки, да, я с вами согласна, далеко не самый блестящий, потому что, повторюсь, уже и в вузах преподают те преподаватели, которые прошли через эти годы, где, в общем-то, за взятку можно было списать что угодно и как угодно и где угодно. Теперь еще один момент. Вот он тоже немного болезненный в каком смысле? Вот даже в конце года, я знаю, что у нас в училистке обсуждался этот вопрос, существуют до сих пор так называемые курсы повышения квалификации. Это было всегда и во всех областях, и для всех специалистов, во всех сферах и тем более для преподавателей. Раз в 5-7 лет раньше, в те былые времена, которые некоторые осуждают и называют периодом оккупации, мы, педагоги, должны были пройти вот эти курсы. То есть с ориентировкой на реалии сегодняшнего дня, на то, что изменилось в техническом оснащении, на то, что появилось новое открытие, что-то новое в этой сфере. Они нам это давали вот на этих курсах, и мы как бы действительно повышали свою квалификацию. Сегодня подобного рода курсы существуют, но опять-таки, с одной стороны, преподаватели обязывают их закончить, а с другой стороны, они платные. И причем они стоят не 800 лей, а по-моему, 2000 с чем-то. Как вы думаете, педагог, у которого там 800, ну хорошо, 1500 лей зарплата, он что, может себе позволить потратить деньги на то, чтобы вот таким образом повысить свою квалификацию? То есть кому это надо? Самому педагогу или государству? Вот ответ на вопрос. Если будут решены эти вопросы, эти проблемы, причем с учетом интересов самих педагогов раз, и общества по большому счету два, то тогда, наверное, можно было бы решить и эту проблему. Татьяна, последний вопрос, завершая сегодняшнюю нашу беседу. Я думаю, что нас смотрят многие люди, чьим детям только предстоят экзамены на степень бакалавра. Давайте что-то пожелаем будущим выпускникам и их родителям. Как извлечь уроки из этой ситуации и максимально приблизить положительный результат в будущем году? Ну, я хочу пожелать всем детям и всем родителям только успехов, потому что у самой есть двое детей, оба учились, оба закончили. Конечно, я понимаю, что родители сильно переживают, и я хочу пожелать им здоровья и успехов в том, чтобы они могли найти средства к существованию, средства для заработка, для того, чтобы оплачивать обучение своих детей. Но в то же время родителям хочу пожелать, чтобы они больше обращали внимание именно на то, работает ли сам ребенок. Чем меньше времени осталось для этих будущих экзаменов, тем тяжелее это, конечно, сделать, но все возможно. Самим детям, будущим кандидатам, то есть будущим учащимся, которые будут сдавать экзамены на бакалавра, я тоже хочу пожелать извлечь правильные уроки из того, что произошло в этом году, и не надеяться уже на то, что вот как-нибудь мы проскочим, как-нибудь мы сделаем, каким-то образом мы эту проблему решим. Здесь выход только один. Берем книги, учебники и усиленно занимаемся. Ну, конечно, тем, кому остался год или два до экзамена, будет намного труднее, потому что там, наверное, пробелов будет очень много, которые надо будет преодолевать. Чем больше лет в запасе до того, чтобы ты дошел до экзамена, тем это будет легче. Тем не менее, я желаю всем здоровья, успехов, добросовестно, то есть усвоить для себя, что надо добросовестно работать, и тогда все будет. Человек, когда хочет, он делает все. Иностранный язык можно за два месяца выучить. Подчистить хвосты за год можно, я думаю. И я желаю этого всем тем, кому это предстоит. Друзья, мы присоединяемся к вашим пожеланиям. Будем надеяться, что все-таки, ну дай Бог, что хотя бы следующие экзамены степени бакалавра будут успешнее, чем эти. Надеюсь и я. А всем выпускникам, которые по тем или иным причинам не сдали в этом году, будем надеяться, что все-таки при повторных экзаменах они покажут лучшие результаты и, по крайней мере, получат возможность поступить в ВУЗ и продолжить образование. Я уверена, что это будет так. Да, будем надеяться. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за наш диалог сегодняшний. Всем нашим зрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Гогу, преподаватель английского языка одного из столичных колледжей. Спасибо за внимание, увидимся завтра и всего вам доброго. До свидания. До свидания.